Девушки отдыхают Сапилка на дому Все, пили, пили Константин Николаевич Сорокин Талантливый комедийный актер Советского Союза Сыгравший более 70 ролей в кино Давайте же вспомним, как сложилась жизнь Этого незаурядного человека Будущий актер появился на свет В 1908 году Он родился в Санкт-Петербурге На территории тогда еще Российской империи В семье рабочего и домохозяйки Костя рано потерял отца Тот ушел из жизни в 1922 году От Супного Тифа Константин был вынужден уехать В Слудскую трудовую колонию Так как его мать из-за славы по здоровью Не могла содержать сыновей В трудовой колонии он освоил профессию слесаря А пока Константин учился Не стало и его мамы В Ленинград молодой человек вернулся сиротой Работы по специальности для него сразу не нашлось И Сорокин стал рабочим Литейщиком на Путиловском заводе Где когда-то трудился его отец В свободное время Константин посвящал чтению Причем мог неделями не отрываться от книг Любил произведения Куприна Очень интересовался живописью У него была отличная библиотека Константин Николаевич был прекрасным собеседником Остроумным и эрудированным Мог поддержать разговоры на множество разных тем Коллеги и друзья отмечали, что несмотря на общительность Сорокин не переносил понебратство Он мог с легкостью поставить на место человека Поведение которого ему было не по нраву Константин Сорокин обладал искрометным чувством юмора Великолепной памятью И мог легко процитировать любые тексты Вплоть до философских Именно на Путиловском заводе закладывался фундамент Будущей актерской карьеры Сорокин был литейщиком И одновременно играл в драмкушке Где был замечен его талант Комсомольская организация в 1926 году Направила Константина на обучение В театральную школу Ходотова Которую он окончил в 1930 году Завершив обучение Сорокин работал в театрах Новгорода, Вологды, Архангельская, Череповца Это была сезонная работа Которая дала актеру серьезный опыт За этот период он сыграл более 150 ролей С 1933 года Константин трудился в театре миниатюр И выступал в Ленинградском мюзик-холле А в 1942 году Начал работать в театре студии киноактера Константин Сорокин дебютировал в кино В картине Дубровский В роли Парамошка После этой кинокартины Сорокин прочно вошел в мир кинематографа Молестатель у нас сыграв десятки ролей Заверяют, будто Максимка Лучкина От пьянства заговорил Так я проверку делаю, крепко ли Лучкин, угощаю Вот ром-то Благоуханья Догоню его Он у меня беспременный Сегодня Максимка свое пропьет Самый известный из них Роли ординарца в фильме «Котовский» Телегина в картине «Член правительства» И «Циркового бухгалтера» В картине «Укротительница тигров» Дело в том, что я вам просто хочу напомнить Известно ли вам Во что обходится государство Простой «Четырех тигров» Вот, милучка, вот какую мы имеем картину 8 килограммов мяса, товарищи 8 2 яйца Пол-литр, что пол-литр? А, нет, 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 молока 20 граммов рыбьего жиру Витамины А, В, Д, а я уж не говорю о С В кино Сорокин играл простых людей Обычных выходцев из народа Зато в жизни часто вел себя иначе Курил дорогие сигареты Любил делать солидные заказы в ресторанах Умел красиво ухаживать за столом Возможно, это была своеобразная компенсация голодной юности В 1928 году он познакомился с девушкой Катей Которая стала его женой В 1938 году у них родилась дочь Наташа Супруги прожили вместе 46 лет В мае 1981 года инфаркт миокарда забрал жизнь у Константина Сорокина Но зрители до сих пор помнят и любят талантливого артиста Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал Впереди много интересного Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok